Но за эти два года мы увидели и проблемы, и вызовы, соответственно, и вот первая просьба предложения будет связана с расширением возможностей и участия в российских выставках субъектов малого и среднего бизнеса. В механизме российского экспортного центра всё отлажено. Это единая методология, которая даёт равные права и возможности всем экспортерам по участию в зарубежных выставках. А вот то, что касается российских выставок, здесь, к сожалению, есть над чем поработать, потому что, во-первых, снижается финансирование с 2021 года, оно снизилось практически на 35%. А сама задумка очень хорошая. Малый и средний бизнес софинансируют участие в выставках, финансирует федеральная часть, финансирует региональная часть. Но за счёт того, что уменьшилась федеральная, уменьшилась и региональная. Фактически, если не считать Москву и Санкт-Петербург, получает помощь для участия в выставках от субъектов федерации не больше 10-15 компаний. А востребованность этой услуги крайне высока. Вот экспортеры оценивают на втором месте по популярности эту меру, как участие в выставках и конгрессах. Ну, потому что это действительно не рыба, это удочка, это поощряет не потребительство, а активность. И что ещё очень важно, то, что в этой части не существует единой методики. Более 400 центров и организаций оказывают эту помощь в регионах. И в большинстве регионов, например, сезон начинается у нас, не учитывая начало и конец года, обычно к сентябрю уже лимиты все заканчиваются, статус международный не даёт возможности участвовать в российских выставках и так далее. Поэтому наше предложение связано с тем, чтобы разработать и утвердить единый механизм компенсации не менее 50% расходов для малого и среднего бизнеса, для участия в российских выставках и конгрессах. Мы оценивали, это не такая большая сумма, там порядка 2 миллиардов рублей, которая позволит удвоить количество малого бизнеса, которому оказывается эта помощь. В 2023 году это было 10 тысяч компаний, то есть это 0,1% от желающих. Мы хотя бы должны вернуться к 2021 году. Это первое предложение. Второе предложение носит уже системный характер законодательного обеспечения и выполнения амбициозных показателей, которые в стратегии есть, и приведение в соответствие нормативной базы, потому что сегодня более 40 законодательных актов, которые зачастую дублируют и противоречат друг другу, регламентируют деятельность отрасли. Нужно привести понятийный аппарат, потому что на сегодняшний день нет различий между массовыми мероприятиями, музейными выставками, торговыми ярмарками и выставками и конгрессами, хотя они требуют разных... Нужно определить намочия региональных и муниципальных органов власти, чтобы решить в том числе те же проблемы, о которых я говорил про малого бизнеса. Нужно простимулировать инвесторов для того, чтобы построить так необходимые конгрессно-выставочные комплексы. На сегодня в России всего 24 субъекта федерации обеспечены специализированными конгрессно-выставочными комплексами. А потребность огромная. Вот все вдохновились выставкой России и хотят на малой родине делать подобные экспозиции. Но для этого нужно простимулировать инвесторов, нужно дать возможность к дешевым финансовым ресурсам. Чтобы построить эти комплексы, особенно в регионах, которые выстраивают приграничное сотрудничество. Владимир Владимирович, для этого мы разработали вместе с отраслевым сообществом, Институтом правоведения при правительстве Российской Федерации, Комитетом по экономической политике Госдумы основной законопроект и закон «Спутник». И внесли его уже в Минпромторг. Мы просим поддержать нашу инициативу, обсудить и внести в Государственную Думу закон о конгрессно-выставочной деятельности. Владимир Владимирович, мы уверены, что вы дали возможность родиться в отрасли и дадите возможность получить ей свидетельство о рождении и путёвку в жизнь. А отрасль не подведёт. Спасибо. Мне кажется, что мы на протяжении последних полутора лет очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды. И, в общем, видим отдачу очень хорошую. И, конечно, по этому направлению, о котором вы сейчас сказали, выставочная деятельность, из того, что вы говорите, видно, что нужно что-то добавить из того, что было сделано, к тем инструментам, которые созданы. Я сейчас не знаю, 50% там должно быть поддержки, меньше, больше. Но я сейчас попрошу Дениса Валентиновича ещё прокомментировать. Но точно, совершенно это нужно поддержать. Мы должны выработать единые подходы. Вы сказали, что направили уже проект закона. Сейчас Денис Валентинович скажет своё мнение по этому поводу. Конечно, надо отработать его в деталях, но двигаться, безусловно, по этому направлению нужно. Это точно совершенно, пожалуйста, Денис. Валентинович, спасибо. Все поручения, которые вы дали нам по рождению данной отрасли, начиная от глоссария, заканчивая введением кодов АКВЭД и стандартов, о чём Сергей Георгиевич сказал, это всё действительно реализовано и сделано. Относительно бюджетирования вопроса по компенсации затрат на проведение мероприятий внутри страны, давайте посчитаем, посмотрим, насколько это будет возможно на ближайшую перспективу. Он говорит не про другие страны, он же говорит, внутри страны это нужно сделать. И малые и средние предприятия, у них возможности ограничены для того, чтобы принимать участие в этих выставках, имея в виду достаточно немаленькие затраты. Речь опять же о субсидировании, по сути. Надо механизмы выработать, я так понимаю, что коллеги эти механизмы и предлагают, чтобы можно было объединять в кусты, что называется, по интересам, ещё что-то, давать им какие-то льготы. Об этом же, об этом ведь речь, да? Так точно. Валентинович, мы по экспорту такую конструкцию отработали, давайте мы посчитаем, посмотрим внутри страны. Что касается закона, то изучим предмет регулирования через этот закон по данной отрасли, ну и проведём межведомственное обсуждение. У вас проект готов уже, да? Проект готов и основного закона, и закона спутника. А где он, этот проект? Вы куда его направили? Мы его направили в Министерство промышленности и торговли, как наше родное министерство. Отлично. Вы видите, родное министерство. Сколько времени потребуется родному министерству, чтобы... В течение месяца отработаем и готовы будем. Нормально? В течение месяца устроить? Да, я думаю, вполне достаточно. Договорились. Спасибо. Спасибо. Сергей Георгиевич, говорите, что министерство родное облагодарили не Минпромторг в начале, а Роспром, то есть свою выставку. Феридийская оговорка.